Привет! Мы в древнем набатейском городе Шифта. Кто такие набатеи и о древнем пути благовоний, смотрите в предыдущих двух видео. А сегодня перед нами изумительная Шифта. Это самый сохранившийся привет от набатеев. Поехали! Фантастика! Мы идем по улицам древнего города. Ощущение полного погружения. Прямо у входа знаменитая набатийская цистерна. Это строение конюшня. Известно, что набатеи занимались разведением лошадей. Так, вот это кормушки для лошадей. Но я бы сюда посадила цветы. По-моему, выглядело бы неплохо. Все это вызывает у меня ощущение неописуемого восторга. Мы просто идем по древнему городу, которому несколько тысяч лет. Очарование этого города еще и в том, что мы здесь одни. И это создает ощущение какой-то загадки, чего-то неизведанного. От этого ощущения хочется заглянуть в каждый двор. А вдруг мы увидим и откроем для себя что-то необычное. Кочующее племя набатеев придерживалось строгих правил. Чтобы не быть легкой добычей для врагов, им запрещено было жить в одном месте и строить города. Но времена менялись. Набатеи укрепляли свою власть на Аравийском полуострове, обеспечивая безопасное продвижение караванов на дороге благовоний. И они стали строить города. А с приходом к власти римлян, а впоследствии византийцев, набатеи научились выращивать виноград и делать вино. Так давний запрет на употребление вина канул в лето. Виноград собирали вот в таких отсеках. Давили ногами. И отсюда сок стекал вот сюда. И, внимание, вот в такие цистерны-отстойники, где вино бродило. Я хочу быть набатейским виноделом. И, внимание, вот в этой цистерне-отстойники, еще одна винодельня? Реально, набатейский бизнес – это логистика пути благовоний или виноделие? Реально. 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 Мы на площади бассейнов, и здесь очень сложная система канала. А вот он и сам бассейн! Как вам размер? Впечатляет, не правда ли? КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok